Традиционно зимой снег на дорогах и тротуарах города убирает дорожно-эксплуатационное предприятие. Но новый контракт на очистку улиц 1 января 2020 года выиграла компания «Магистральстрой». На аукцион подали только одну заявку, муниципальное предприятие не участвовало. По словам главы администрации, сейчас ДЭП находится в плачевном состоянии, поэтому было принято решение не заявляться. Была, вообще говоря, угроза, что в какой-то момент либо не заплатят налоги ДЭП, либо не выплатят зарплату. И то, и другое будет означать наложение арестов на счета, банкротство предприятия и неисполнение контрактов по уборке города, что в зимний период допустить абсолютно невозможно. Решено было искать фирму, которая в полном объеме выполнит все необходимые работы по очистке города от снега. Предложение единственного участника электронного аукциона ООО «Магистральстрой» соответствует начальной максимальной цене контракта. Это более 122 миллионов рублей. И хотя в конкурсе на уборку улиц ДЭПа не участвовал, привлекать его все равно планируют. Мы исходили из того, что наше предприятие ДЭП должно функционировать, все люди должны быть обеспечены работой, все, кто могут работать и хотят работать, все должны работать. Это наши были условия. Должна использоваться техника, которая работает, но у ДЭПа, к сожалению, сегодня не вся техника в нормальном состоянии, то есть по технике нужно усиливаться. И мы договорились о том, что будем взаимодействовать на плотном контакте. И, соответственно, ДЭП как предприятие будет задействовано в работах по уборке города однозначно. Что касается ООО «Магистральстрой», согласно сервису проверки контрагентов, предприятие зарегистрировано 10 ноября 2017 года, расположено на улице Курчатова, дом 3. В госзакупках до 2019 года не участвовало. Среднесписочная численность три сотрудника. Указано более 30 видов деятельности. Основной вид строительства жилых и нежилых зданий. На пресс-конференции также обсудили ремонт школы номер 10. Напомним, сдать ее должны были 1 сентября. Но подрядчик сроки постоянно сдвигал. Прогресс там хороший. Лифт уже один из последних таких объектов приехал. Должны начать установку кухонного оборудования. И подрядчик клянется и божится, что он до Нового года все сделает. У меня сомнения, конечно, есть. Как только здание сдадут и оборудуют всем необходимым, учеников 10-й школы сразу же переведут в родное учреждение. Также журналисты попросили прояснить ситуацию с переездом детской поликлиники с Монастырской площади на Октябрьский проспект. С точки зрения главы администрации в этом вопросе нужно учитывать мнение горожан. Но окончательное решение за КБ номер 50 и ФМБА России. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.